Библиотеки филиалей имени Маяковского Общая идея клуба – создание комфортной среды для общения детей и родителей, информационное обеспечение и организация. Семейный клуб «Домашний очаг» создан на базе начальных классов средней общеобразовательной школы номер 3 имени Цветкова города Донецка. Клуб имеет постоянный состав из детей и родителей, который обновляется раз в 4 года. Позднее «Домашний очаг» расширился. Были приглашены для совместной деятельности члены местного отделения Ростовской региональной общественной организации семей, воспитывающих детей инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен». Таким образом, клуб насчитывает на сегодняшний день 34 семьи. Из самых активных и инициативных детей и родителей создан Совет клуба. Совет клуба имеет право вносить свои предложения по тематике и формам мероприятий, помогает в их организации и проведении. Руководитель клуба, ответственный организатор мероприятия, я заведующий библиотекой филиалом имени Маяковского, Лицкан Ольга Николаевна. Основные цели и задачи работы клуба – это организация содержательного досуга семьи, возрождение семейных традиций, воспитание духовно-нравственного и творческого человека, приобщение семьи к традиционной русской культуре, лучшим образцам классической и современной литературы, музыки и изобразительного искусства. Широкая пропаганда семейного чтения как фактора, содействующего укреплению и развитию семейных отношений. Наш девиз – чтобы каждому сердцу здесь стало тепло. Работа в клубе проходит с сентября по май, в год шесть мероприятий. В работе клуба используются самые разнообразные формы работы – развивающие занятия, развлекательные и познавательные программы, тематические беседы, совместные праздники семейного календаря. Подробнее остановлюсь на недавних мероприятиях. В целях возрождения народных традиций и православных праздников состоялся православный калейдоскоп «Путь рождественской звезды», где дети и их мамы с удовольствием инсценировали песенку «В лесу родилась елочка». Затем вспомнили, что любит елка, и разыграли ореховую лотерею, где каждый угадывал свой приз. С радостью ребята поучаствовали в творческой мастерской, украсив декоративный зимний лес снежинками-пожеланиями. Каждый из них постарался прикрепить частичку тепла к своей поделке. В честь двух государственных праздников Дня защитника Отечества и Международного женского дня для детей семейного клуба «Домашний очаг» при библиотеке имени Маяковского и в клубе «ЦОВ» состоялась конкурсная игровая программа «Мужество энд красота». Объявив весеннее перемирие, девчонки и мальчишки поздравили друг друга задорными частушками. В упорной и очень азартной борьбе со спортивным задором команды проходили все конкурсные испытания – семь доблестей, домашнее хозяйство, владение оружием и так далее. Девчонки и мальчишки, не уступая друг другу, продемонстрировали свой ум, ловкость, смекалку и командную сплоченность. Настоящим сюрпризом и отличным завершением этого достойного торжества стал огромный торт от родителей и традиционное чаепитие. Конечно, самый главный праздник для нашего семейного клуба – это Международный день семьи, в честь которого ежегодно проводятся семейные праздники, посиделки и конкурсные программы. В 2023 году по уже сложившейся многолетней традиции мероприятие началось с теплого приветствия «В нашем клубе все друзья». Вся атмосфера была пропитана радостью висеть. Вы когда-то станете репетелем, и вы свою семью создадите. И вот сейчас вы проходите базу ваших отношений. И вот что сейчас в вашу голову войдет, то вы деткам и своей дочке передаваете. Учащиеся с интересом послушали некоторые примеры из жизни самого служителя церкви и его прихожан. 30 января в библиотеке филиаре имени Майковского состоялось открытие года семьи в Российской Федерации. В ходе мероприятия специальный гость Ирий Владимир Татарки рассказал учащимся 10 класса среднеобщеобразовательной школы номер 3 имени Цветкова о значимости семьи в жизни православного христианина, о незыгрываемости христианских традиций по отношению к семейным ценностям, о воспитании в современном мире и о том, как важно для парней стать настоящими мужчинами, чтобы каждый из них был главой, защитой будущей семьи, а для девушек стать такими женами, чтобы мужья всегда хотели прийти домой. — Не потому что надо показать, какой я хороший, добрый батюшка, а потому что там хочется. Вы даже когда здороваетесь, привет, друг, привет, вы какие-то уже добрые объятия, дружеские эмоции передаете. У вас просто было место свободное, он пришел послушать. Как раз кворум состоялся. Так вот, ребят, любите друг друга. Только искренней любовью. Сейчас, конечно, нам дают очень неприятные выражения, как секс-просвет или порнография и прочие мерзкие слова. Мерзкие, это все неестественно. Любите друг друга, боритесь за дружбу, боритесь за семью, боритесь, чтобы вас услышали, боритесь за оценки, боритесь за победы, боритесь за свое здоровье, потому что оно не вернется и не восстановится. Боритесь за свою будущую любовь, боритесь за место в обществе. Но и самое главное, чтобы над всем этим был Бог. Потому что были в моей жизни случаи, когда я реально молился, мне вот тут же Господь помогал в течение часа. Сегодня, отметил батюшка, российскому обществу навязывается западное мировоззрение, в основе которого свободная любовь и гражданский брак. А потому очень важно не идти на поводу у тех, кто насаждают иные подходы к святости брака и семейных отношений. При этом любая семья должна начинаться с любви, целомудрия и взаимопонимания. Наличие таковых добродетелей способно не только предотвратить распад семьи, но и духовно ее укрепить. Мы надеемся, что такой формат работы поможет содействовать пропаганде семейных ценностей, повышению роли семьи в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.